Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 742. События дня. Псалом 3.3. Многие говорят, душе моей, нет ему спасения в Боге, но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Исайя 51.6. Поднимите глаза ваших небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет. Вчера Рахиль на меня вышла. Только из храма пришла, раздавала Евангелие, рассказывала, как съездила к вам. Батюшка наш пожалел, что я не повезла в фото нашей церкви. Я им показала книги ваши «К истинному православию», «Новый завет», «Первый том». Батюшка заинтересовался, и я ему посчитать оставила к истинному православию. Много вопросов было. «Пишет Рустам. Еще я понял до конца ваш совет по поводу женитьбы. Все верно. Она не нужна всю жизнь потратить на женские капризы, и ради чего? Времени не будет толком даже Библию посчитать. Не говоря уже о трудах отцов церкви, ваших трудах, медицинской разной литературы, женой по-настоящему Богу угодить невозможно. Жить с женой – это сизифов труд. Если знаешь, что человек врет, лукавит, можно его, обличая вопросами, штрабить, выводя на чистую воду? Я отвечаю, пока не советую». Римина 4.4. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед Господом своим он стоит или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его?» Рустам. «Если люди пользуются моей добротой и молчанием на их беззаконие, и при этом зная, что я поставлен над ними, не глупо ли будет оказаться оболганным молчальником?» Я отвечаю. «Можно и обличать, но это тропа войны. Выдержите ли? Не бойтесь крешетать зубами и уйти с работы? Вы же себя немного знаете уже?» Рустам. «Уже полтора года выдерживаю, и ни о чем не жалею, так как пользуюсь совестью, чувством ответственности в рамках закона и во свете Библии. Опыт показывает, что прикормка людишек молчанием расхолаживает их и ставит меня в глухую, одураченную, не совсем корректную для меня должность и позиции. Бог открывает глаза мне через слово. Да, тут очень тонкие моменты вопросим, хотя я вам хочу сказать по секрету маленькое наушко. Когда мозги правильно работают, не на бекрень, тогда действия верующего человека во свете Библии становятся привычными и очень простыми, и все вопросы отлетают, как пыль при большом ветре. Действовать в рамках свободы совести далеко не каждому дано. Человек, желающий жить, так ходит по краю пропасти. Вот и весь сказ. Жизнь – это война, и падать перед Богом совестливый, верующий человек или бессовестная, безбожная, лицемерная свинья – тоже вполне разница очевидна. Ну, как вам мое толкование по данному вопросу? Я отвечаю, Лука 14.31. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами, противостать идущим на него с двадцатью тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пожрет к нему посольство просить о мире. Рустам, Игнатий Тихонович, я очень люблю вас, вашу общину, каждого члена вашей общины, моего дорогого брата во Христе Игоря Дубунова, каждую травинку и птичку на вашей земле. Да, я жесткий очень, я этого не скрываю, и очень не люблю беспредел, но я умею любить людей, помогать им. Простите меня у Бога ради Христова, раба. Слава Иисусу Христу! Ну, Игнатий Тихонович, если можно, скиньте ссылочку на видео в Ютубе, наше занятие в Скайпе и по изучению Библии за 6 декабря 2017 года. Хотелось бы со стороны прослушать мою реакцию на Игоря Дубунова и сделать окончательные выводы про себя, прав я был тогда или нет. Заранее благодарю. Слава Христу! Рустам, нашел! Я внимательно все прослушал. На самом деле, тон Игоря Дубунова не был таким жестким, каким показался он мне во время занятий тогда. Я все преувеличил для себя в тот день. О-о-о, гормоны в голову били тогда, сильнейшим сейчас. А лукавый этим воспользовался. Если можно, вышлите мне контакт Игоря Дубунова в Скайпе. Хочу перед ним лично извиниться. Я отвечаю, не знаю, там его нет. Просто на занятиях спросите его или перед всеми это и скажите в среду это ему. Рустам, хорошо. Ну что ж, маху дал я в тот день, много дров нарубил и Сергея Игнатова зачем-то трогал. Эх, я! Вера Мурник, Христос посреди нас. Уже давно меня мучает вопрос, на который не могу никак найти достойного ответа и которым очень часто попирают нас сектанты. Уже не один день возникают споры вокруг гласовали, говорения иными языками. При чтении Священного Писания я вижу, что эти языки, они действительно были. Это не чей-то вымысел. Но если эти языки были, то почему они пропали из нашей Церкви? И как они звучали? Можно ли сказать, что звучание древних апостольских языков имеет сходство с нынешними, которые имеются у пиесятников и субботников? Я сомневаюсь, что отпавший от истинной веры Господь даровал дары языки им, отпавшим, иных языков. Но как доказать тем людям их же беснование? При малейшем намеке им на этот, они прикрываются, указывая мне многие ссылки из Священного Писания, которые я сама неоднократно считала. Например, книга 1 Коринфян 13-14 главы. Притом они говорят, что вот у нас истина здесь, Святой Дух. Я понимаю, что в этом письме я задал много вопросов, и может быть у вас нет времени на них отвечать. Потому если у вас имеются хоть какие-нибудь странички, в которых я бы нашел ответ на мои волнующие мою душу вопросы, то прошу вас, вышлите мне ссылку. Наперед, благодарствую. Я отвечаю, у меня нет для ответа времени. На эти вопросы я уже отвечал много раз. Заходите и по скайпу отвечу. Нету, Златоуст говорит, все кончилось, языков нету. Почему? Проповедники на всех языках появились. И я верю без всяких знамений. Они даны для неверующих, которых являет, там убеждали, что язычникам царство не открыто. Вот и все. Но духи повинуются пророкам, а им не повинуются. Все это бесовщина. Как писали в Огоньке, чертовщина на земле русской. Я пишу Новикову Сергею Александровичу. Видя вашу добросовестность и талант, могу ли попросить вас также создать видеоролик с моей биографией до Дня Освобождения под тем же названием «Как я пришел к Богу и как была создана община» Сергей Новиков. Текст и фотографии. Текста, наверное, очень много. Примерно на несколько этапов. Это первое. Он разделил как бы четыре ролика. А может быть не четыре, а может быть только этапы. Начало жизни, учеба и работа. Вплоть до 27 сентября 1962 года. Второе. 1962-1980. Власть всерьез обратила на вас внимание. Третье. 1981-1997. Называется «Огни и воды и медные трубы». С 1997 по 2017, то есть за 20 лет, свой дом, свой храм. Вы наберите на каждый этап текст, ну и примерные деления по фотографиям, особенно старым, чтобы они соответствовали этим рамкам. Да, на сайте «Мой мир» фотографии в не очень хорошем качестве, но их сильно уменьшает. У вас есть на компьютере оригиналы? По идее, из роликов с Ютуба можно значительную часть выбрать поэпизодно. Но долго, надо признать. Это так, на вскидку, сходу. Эскиз. Всегда и всё можно дополнить и разбить. Конечно, практически всё есть в книге для Слова Божьего нет уз. Это разобрать только. Я отвечаю. Здесь, лично про меня, там, среди 21 тысячи фотографий, 1384 фото со мной. Выбор фото отдаю вам. Но два документа можете сразу же заменить. Это грамоты митрополитов ко мне и обо мне. Я уже выбрал из для Слова Божьего нет уз, а от рождения и до освобождения. А вот уж остальное, что нужно будет-то, это, опять же, полностью доверяю вам. Можете это взять из оглавления этой же книги и показываю, какая где. Фото уже указал, где. Можно фото брать неограниченно. Сколько, хоть и на каждую страницу. В конце добавил 10 своих стихов и внизу каждого стиха указал, что они были спеты и стоят в Ютубе. Туда и ссылка. Эти стихи с подсрочным указанием на пение можете переставлять по смыслу куда угодно в текст. А что сверх того и не на один ролик наберёте, быть может, пожелаете, делайте сами. Название можете дать, но я его могу изменить или дополнить самовластно. У меня есть одно стихотворение, пример к себе своим воображением, которое мне хотелось бы представить какому-нибудь режиссёру и на основе его показать в ролях с пейзажами, о чём в нём говорится. «Если враги узнали про вас, Сергей Александрович, то приготовьтесь, они будут меня и вас заливать поповской вонючей грязью и угрозами мух вечных за то, что вы делаете добро». В скобках «А по их мнению страшное зло». «По их мнению нужно сделать всё, чтобы мой город наверху горы, сияющий всеми огнями, был разгромлен вакуумно и иными бомбами массового уничтожения. Приготовьтесь». Ну вот это небольшое, вчера воскресенье, утром служба, без батюшки была, потом, как всегда, собрание, трапеза и занятия. Ребята потом пошли в город, а я тут один остался и что, накормите, надо голубей по лесу проверить, здесь воробьёв, жуланов, сорок, кому сало вывесить, кому семечек дать. Ну и дома у меня, гляжу, голубка одна заболела, чернохвостая, а тут у меня ещё сидит один не оправился, такой это болящий голубка. Я её принёс, как он начал её долбить, бегать за ней, это так приговаривать, чтобы она согласилась. Ну у неё, как у русских бывает, «Ты зачем меня ударил кирпичиной по плечу? Я зато тебя ударил, познакомиться хочу». Вот у голубей точно так же. И она смирилась, и он вечером заварковал. Один сидел, всё что-то думал, и тут как его понесло, и прямо оперы целые идут. Вот такое дело. Ну а что тут? Стал пришёл, я говорил рано, и с Ютуба не переносятся фотографии эти, искать ролики на мой мир. Я ролик специальный сегодня закачаю, чтобы кто может помог, или переходили на Ютуб. Здесь я не могу ни под каким видом, ни под каким видом. А от меня здесь это совершенно не зависит. Ну вот я заходил в мой мир, вот он мой мир. Сюда переносил, я показываю, как ролик такой будет стоять. И вот теперь почта. Она на почту даёт сигнал. Вот по порядку, смотрите, что делается. Ошибка, ошибка, ошибка. Так, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь роликов. Закачал, ни один не прошёл. Ни один. Во время тратил всё дря. Ну вот, что сказать. Наши ресурсы ясны, какие хорошие. Это форум, видеоканал и «Восвете Библии». Тут уже можно найти всё, что человек желает. Потому что православный форум. Вот внизу только нажал на православный форум. Здесь жать видеоканал с нашего сайта. Вот только нажал видеоканал. Жать здесь. Вот он, всё, видеоканал. Ну ладно. На сегодня пока хватит.